Какое задание мне дали грибы в последних трипах? Я делал три трипа подряд. Когда я принял грибы и закрыл глаза, я увидел, как перед моими глазами появляются какие-то черви. Там были целый клубок разных видов, разного цвета, с разными глазами. Мне было не то что страшно, было неприятно смотреть. Я подумал, что это просто какая-то грязь в моем подсознании. И провел первый трип с открытыми глазами. Было невозможно закрывать, потому что постоянно черви. Второй день я опять увидел червей. У меня прям голос был и понимание, что Александр, у тебя в организме черви. Они управляют твоим поведением, их нужно выводить. У меня прям пошел поток мыслей, что мне надо делать, как мне надо делать. Я поехал сразу же в трипе, прям поехал с женой, купил таблетки, прям в трипе и принял. И я начал очень серьезно относиться к этой теме паразитов. Я понял, что если я хочу дальше двигаться в познании себя, саморазвитии через психоделики, мне нужно пройти этот этап, то есть очиститься полностью от паразитов. Ну это было как бы так бескомпромиссно сказано, два раза. Я начал копать эту тему, начал выполнять это задание. Первое, что я понял, паразиты, если они вошли в ваше тело, им вообще пофигу, как вы питаетесь. То есть веган, вы вегетарианец, голодаете, вы как закаляетесь, не закаляетесь. Ваш организм вообще не в состоянии справиться ни с одним паразитом. Паразит это огромный организм, а ваш иммунитет это просто клеточка. Это как просто клеточка. Космонавтик подлетает к космическому кораблю, пытается ему что-то сделать. Он ничего не может противопоставить вот этой мощи, защите любого паразита. Я говорю сейчас не про вирусы и грибы, я говорю про вот эти гельминты. Это круглые черви, плоские черви и ленточные черви. Может, если вы заглотили это яйцо или личинку, все, оно у вас будет 100% жить. Никак вы от него не избавитесь, это невозможно. Пока он сам не умрет от старости, вы будете с ним жить. А ленточные черви, например, там есть такой широкий лентец, он живет 30 лет. Достигает там 40 метров или 30, и вот 30 лет вы с ним будете жить. Это самая главная проблема, что организм сам никогда не справится ни с каким паразитом. Это невозможно. Второе, очень сложно найти лекарства от этих паразитов, потому что их там в России только около 70 видов. Все врачи виды не знают. Очень сложно их диагностировать, потому что нужно в определенный момент там брать соскобы в определенном месте, определенное количество раз. То есть их найти очень тяжело. А лечить, если вы будете использовать таблетки, таблетки, например, лечат только круглых червей, либо только ленточных червей, либо только плоских. То есть каждая таблетка под определенный вид. Этих видов в вашем теле могут быть все три вида. А вам получается надо все таблетки пить. То есть полноценное лекарство для всех видов подобрать, это очень сложно. Я понял, что таблетками выводить паразитов вообще бессмысленно. Таблетки очень токсичны. И если вы заражаться будете постоянно этими паразитами, и вы постоянно придется кипить таблетки, вы просто от таблеток получите по бочке, там, блин, какую-нибудь онкологию, какую-нибудь лейкемию. Это же химия, тоже такая же опасная, как, блин, сами паразиты. Таблетки, они убивают только взрослых особей в кишечнике, а в тканях, личинки, яйца они не убивают. Паразитами вы будете заражаться всю жизнь и принимать всю жизнь таблетки, это вообще тупиковый вариант. И третье, таблетки убивают только взрослых особей в кишечнике. А личинки живут в тканях, в легких, в мозгу, в глазах, в мышцах, в суставах. То есть они везде, во всех органах живут паразиты. И убить таблетками невозможно. Поэтому нужно искать какой-то альтернативный природный вариант. Я нашел пока два способа. Это гриб лисичка. Он содержит полисахарид хиноминаза. Хиноминаза парализует практически все виды паразитов. Вы можете есть сырые лисички, их надо месяц только целый кушать. Либо вы можете сухие есть, до 38 градусов высушенные. Три раза в день кушать, там горстку какую-то. Можно, передоза там не будет. Либо я вот заказал себе капсулы. Сделаю ссылку в описании на озон. Я на озоне прям купил, стоит 800 рублей. И получается нужно три капсулы пить три раза в день. Второй способ природный я нашел. Травы Кавказа, сбор 68А, антигельмитный сбор. Его нужно не заваривать, просто размолоть в кофемолке. И пить два раза в день две столовые ложки. То есть, одну столовую ложку утром вы употребляете до еды. И вторую столовую ложку перед сном. Пока я вот буду использовать эти два способа. Не знаю, как они подействуют. Потом отзывы напишу на них. Чем опасны паразиты? Мне больше всего интересно. Это воздействие на наше поведение, на наше состояние сознания. Они сокращают нашу память, делают нас раздражительными. Вот эта апатия, депрессивность, вялость. Это все, если у вас есть паразиты, у вас вот эти все симптомы будут. То есть, вам, вы постоянно вынуждены бороться. Внутри вас есть враг, который создает вот эти негативные эмоции у вас. И вы постоянно с ним боретесь. Смысл в этой борьбе какой? Просто лучше, конечно, уничтожить эти паразиты. Второе. Паразиты пьют вашу кровь. Едят клетки ваших органов. Они съедают ваши питательные вещества, вот эти белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, которые попадают в кишечник. Они просто сами их забирают. И таким образом они просто вас как бы делают слабее. Постоянно сжирая вас изнутри. Соответственно, если они едят, они же выделяют токсины. И вот эти токсины вызывают очень много заболеваний. Это онкологии, псориазы, мигрень, астма, гастриты. Короче, почти все заболевания, которые у нас есть, они вызываются вот этими паразитами. Врачи лечат симптомы этих заболеваний. Способы заражения. Грязные руки. Телефон. Дети, которые ходят в садик, в школу, притащат обязательно оттуда. Домашние животные. Вы в обуви просто по земле прошлись. Там очень много яиц. И ваши домашние животные их заносят домой. Либо вы можете сами занести, а домашние животные уже их по всему дому растащат. Грязные овощи, фрукты, зелень. Вы ходите в кафе, в рестораны. То есть заразиться очень просто. Поэтому только ты вывел какие-то паразиты, они опять, скорее всего, опять зайдут. И опять будут в нас жить. Заражение будет неизбежно происходить постоянно. Это нужно постоянно. Там раз в полгода или раз в три месяца нужно будет постоянно с ними бороться. По каким симптомам вы можете определить, что у вас есть паразиты? Укачивание транспорта, скрип с зубами, нудный характер, вялость, слабость, раздражительность, ухудшение памяти, рассеянность, торможение мышления. Если у вас мокрота выходит из легких, постоянные бронхиты, насморти, головокружение, головные боли, мигрени, эпилепсия, бессонница. Посмотрите просто на свою кожу. Если у вас там есть папилломы, прыщи, сухость кожи, экземы, псориаз, высыпания, пятна, красные такие пузырьки, варикоз. Смотрите на свой желудок, кишечник. Если у вас есть боль, вздутие живота, урчание живота, запоры или наоборот жидкий стул, гастрит, язва. Продолжение следует...